Добрый день, уважаемый президиум, уважаемые коллеги! Действительно, на таком предстоительном форуме, посвященном лечению массивному, агрессивному по поводу самых различных, сказать, проблем онкологической фурологии, доклад, который звучит по сути, а что делать, если ничего не делать, он такой достаточно спорный. И тем не менее, нам предстоит вот в эти короткие минуты обсудить лечение больных. С раком предстоительной железы низкой степени риска. Итак, рак предстоительной железы. Мы привыкли к тому, что мы говорим всегда о афроамериканском населении, и как-то это нас страшно пугает. Но давайте вернемся в реальную жизнь. Насколько это страшно для человека? Когда-то на первом конгрессе, посвященной тактике активного наблюдения, висел вот этот плакат. Такой не очень онкологический, в общем, циничный на самом деле. Если вы хотите выбрать рак, ну, по крайней мере, выберите рак предстоительной железы. Цинично, но четко соответствует тому, что мы сегодня обсуждаем. Действительно, это 3% всех мужских смертей. 10% от смертей, обусловленных раком. И в зависимости от возраста и уровня простатического антигена, безусловно, сказать, картина, ну, достаточно гуманная для этой заболеваемости. Да, мы знаем печальную статистику. Один из шести живущих на свете мужчин и доживших до определенного возраста обречен на рак предстоительной железы. Соответственные абсолютные цифры. Скажем там, 240 тысяч в Соединенных Штатах Америки, 340 тысяч в Евросоюзе находятся на сегодняшний день, лиц, пораженных этим заболеванием. Это большущее количество. И чаще всего выявление происходит все-таки достаточно преклонно в возрасте. Что происходит в России? С недавних пор мы более-менее начали представлять себе эту картину. И представив ее, благодаря, в общем, нам с вами, нашему, скажем, хранению, нашему вниманию, мы обнаружили, что мы почти на 150% повысили заболеваемость. И на сегодняшний день, пусть не так страшно, как в Америке, но мы имеем 150 тысяч больных раком предстоительной железы в различных онкоучреждениях страны. К сожалению, достаточно серьезное количество из них диагностируется на третьей, четвертой стадии. Достаточно скромной летальностью при вот таких существенных цифрах. И, соответственно, море интереса к этому заболеванию, поскольку оно социально-экономически чрезвычайно значимо. Если раньше мы опирались на какие-то конкретные, широкие, скажем, рекомендации онко-сообществ, то все чаще и чаще появляются монографии, большие монографии, серьезные монографии, посвященные вот тому самому вопросу, что делать, если не торопиться, ничего делать. Безусловно, радикальный метод лечения, никто не может, скажем, опротестовывать этот тезис, это простатектомия. Простатектомия. Она интересна, она изучена, она хорошо, так сказать, развита в мире, продолжает развиваться, ну и, во-вторых, она достаточно дорога, поэтому оторвать врачей от увлечения, так сказать, этим методом лечения невозможно. Но тут же надо отметить, как только появилась радикальная простатектомия, появилось достаточно серьезное большое количество ученых, в ней сомневающихся. И, скажем, хорошо известный в урологическом мире по целому ряду, так сказать, серьезных вкладов, Стэми уже тогда засомневался, а может, не надо, может, мы в половине зря делаем эту операцию, может, такая неоправданная хирургическая активность потом ляжет, собственно, так она и получилась, с серьезным временем и на экономическую составляющую здравоохранения. И таких ученых достаточно много, и сторонников много. Причина сомнений очень проста. Академиология рака, о которой мы уже сегодня говорили. Ведь на самом деле, если в развитой стране происходит серьезный контроль, а перед вами сравнение, скажем, Гресса и Америка, то получается, что каждый мужчина, который дожил до 70 и больше лет, с известной долей вероятности, если его серьезно обследовать, имеет этот рак. Пусть там с откромной степенью глисон. На самом деле нас спасает то, что мы его не диагностируем, что мы все-таки не гоняемся за ним у каждого. Это позволяет нам более-менее выживать. Масса других тревожных знаний. Во-первых, 76% ложноположительных результатов ПСА, и с этим вопрос пока не решен. Большое количество пациентов действительно подвергается хирургическому лечению без убедительных на то оснований. В 8% биопсии, а это заключение огромного количества международных экспертных комитетов гистологических, имеет повышение градации опухоли, соответственно, переоценка значимости происходящих вещей. А в то же время большая, 98% локализованных опухолей простаты может считаться клинически малозначимым. И нельзя не доверять покойному профессору Перевезе, который анализирует то, что происходило в нашей стране, говорил, что 30% прооперированных полностью не излечивается. То есть мы не решаем эту проблему. Мы все равно продолжаем с этим мучаться. И вот появилось первое исследование, которое начало расшатывать вот эти устои. Это хорошо известная скандинавская группа, которая, проведя большой анализ 700 пациентов, вдруг выяснила, что радикальная простатоктомия по сравнению, скажем, с выжидательной тактикой не дает заметного выигрыша в выживаемости. При том, что, да, безусловно, сокращает оптиминность. И вот с этой момента начался спор. Этот спор продолжается и по сей день. Но меняются медицины, меняются диагностические возможности. Вместе с диагностикой меняется и тактика. Безусловно, благодаря скринингу мы увеличили количество локализованного высокодифференцированного рака. И на сегодняшний день можем говорить уже официально о почти 50% лиц, которые могут подвергаться наблюдению, а не лечению вообще. Тем более у нас сегодня в арсенале достаточно много прогностических механизмов. Да, у нас есть группа риска, поддомика, простые. У нас есть критерии Пштейна по результатам биопсии. Они тоже простые. Они не требуют сложных математических расчетов. Ну и для увлеченных урологов, владеющих там более-менее математикой, есть достаточно много номограмм. Из них там Партина и Катана наиболее популярные, которые позволяют предсказывать. И, наконец, это стало темой международного обсуждения. С 2012 года практически ежегодно в Роттердаме происходит конгресс, который продолжает разбирать вот те же самые темы. Нуждаемся мы в активном наблюдении, как нам это делать, что нам вообще, какой опыт мы накопили и в каком направлении дальше продолжать поиск. Лечить или не лечить. Надо понимать, что это еще очень большая психоэмоциональная вопрос. Насколько терпима, какая, так сказать, стрессовая ситуация у пациента, когда он говорит, знаете, у вас рак, но мы ничего делать не будем, мы просто будем за вами смотреть. Сколько таких пациентов? В Соединенных Штатах их 10%, в Европе поспокойнее 30%. Сколько в России людей готовых ничего не делать при диагнозе рак, но никто не знает на сегодняшний день. Мы будем предполагать, что мы, наверное, как в Америке. Плюс выбор врача. Сообщить пациенту, что, знаете, ничего не надо, вот будем как есть, так и есть. Тоже достаточно сложное решение для врача и скептицизм отношения, и тревога врача и мира ответственности. Они, конечно, чрезвычайно мешают развитию этого. Но вот сегодня 16-й год. Для нас специально ежегодно собирается экспертная комиссия, которая преподносит нам те или иные решения серьезных взрослых, сказать, ученых. И вот на сегодняшний день у нас есть так называемый death recruitment, да, замедляющее лечение. В него входят две позиции. Активное наблюдение, но опять сложности перевода. Что такое наблюдение? Одно дело быть под наблюдением, а другое дело, если мы четко переведем слово surveillance, это не наблюдение, это надзор. Это разные вещи. Надзор предполагает, как вы понимаете, даже в криминалистической практике более жесткое отношение к пациенту. А это значит, у этого вида лечения есть цель обеспечить четкий, жесткий надзор для того, чтобы при прогрессировании заболевания быстро перейти к тем или иным формам лечения в зависимости от того, что происходит. И второе, опять, watchful waiting. Что это? Выжидательная тактика? Нет. Это бдительное ожидание, да. Watchful переводится как бдить. Бдительное ожидание. То есть, опять врач должен весь в тревоге, как МЧС сидеть и ждать. Это тормозящая какой-то симптоматическая терапия. В случае прогрессирования начинается некая палитивная терапия. То есть, казалось бы, вроде почти два одинаковых направления, они разные. И у каждого есть своя зона направленности. Как они разделяются? Цель лечения у активного наблюдения из лечения – это не просто ничего не делание, это излечение пациента. Просто во времени разбитая на какие-то позиции для сохранения и качества жизни. При выжидательной тактике это всего лишь облегчение. При наблюдении – четкая проработанная схема действий. При выжидательной тактике все зависит от специфики, возраста, состояния пациента. Маркеры четко сработаны для активного наблюдения и абсолютно не определены для выжидательной тактики. Ожидаемая продолжительность жизни предпочтительно более 10 лет для активного наблюдения, менее 10 лет для выжидательной И цель, о которой мы говорили, в первом варианте минимализировать осложнение лечения без ухудшения выживаемости, во второй части просто минимализировать осложнение лечения. Соответственно и комментарии по назначению. Первый вариант для пациентов низкого риска, второй группа для пациентов любой степени риска. Идеальными пациентами для активного наблюдения на сегодняшний день сформулированы следующие показания. Высокоумеренно-дифференцированная опухоль, менее 50% опухолевой ткани, непальпируемая опухоль, соответственно, Т1С, ПСА менее 10 нанограмм на миллилитр, пожилой возраст, серьезные сопутствующие заболевания и возможность реализовывать эти проекты. Исследований подобного рода сегодня большое количество. Я хочу привести только самое значимое. Это исследование группы во главе с Клотсом, которая насчитывает практически тысячи пациентов с медианой наблюдения 10-15 лет. При возрастной менее и более 70 лет группах при глисонах менее 7, во втором случае менее 6 в первый случай. Обратите внимание, медиана выживаемости, общая выживаемость 82, при 10-летнем 62-15 лет. Канцер специфическая 98-94 даже при 15-летнем наблюдении. Всего лишь 2,8% метастаза при глисоне более 7-15 человек из этой группы умерли. 27 перешли. На дальнейший этап выполнена радикальная простатамия. Аналогичные исследования шведских ученых, где тоже приблизительно около 30% при любой степени прогрессии были переведены из активного наблюдения на хирургические методы лечения. Соответственно, что нам рекомендуется? Вот конкретные рекомендации Европейской ассоциации для активного наблюдения. Обязательное обсуждение вариантов лечения. То есть пациент принимает это решение, осознанно получив всю информацию. Возможность предложить пациентам с наименьшим риском прогрессирования при ожидаемой продолжительности жизни более 10 лет. Наблюдение включает ректальные исследования, простатический антиген, повторную биоптию в случае роста показателей. Пациенты должны быть четко ориентированно на возможные переходы к более агрессивным методам лечения. И обысловится экономический эффект, особенно для лиц в возрастной группе 65-75 лет. Для выжидательной тактики какие позиции? Почему она становится как метод лечения интересной? Потому что мы понимаем, что рак прогрессирует медленно, отрицательной железой. У пожилых мужчин достаточное количество соматических серьезных заболеваний, которые могут его, к сожалению, опередить. И высокий риск смерти следует по совершенно другим причинам. И такое же большое количество клинических исследований, посвященных исключительно выжидательной тактике, но все они сводятся к позициям примерно таким. Десятилетняя общая выживаемость 82-95% при Т1, Т2 и индегуляционной менее 7, более 15 лет. Обратите внимание на цифру 58-80% по самым различным данным. То есть тоже весьма значительный успех получается. Не было останавливаться на других исследованиях. И рекомендации конкретные для тактики выжидания. Для пациентов с невозможностью локального лечения при небольшой ожидаемой продолжительности жизни. Решение о палеотильном лечении принимается при развитии симптоматики или прогрессии заболеваний. Более того, обсуждаются и варианты возможности отсроченного лечения для метастатического рака при наличии метастазов. Это вопрос начала пути. Он изучается и требует пока жесткого принятия решения самого пациента. Он хочет не принимать ничего. Он хочет, грубо говоря, жить со своим качеством жизни до конца. Вопрос спорный, но тем не менее. Более того, и сегодня звучало, насколько я понимаю, в докладе Андрея Ивановича Новика, с тестостероном мы доходим уже до очень серьезного уровня перед вами. Слайд, который был представлен недавно Европейской ассоциацией. 95 лет, обратите внимание, последний ПСА – 1300. И человеку назначаются достаточно серьезные дозы тестостерона для обеспечения высокого качества жизни при абсолютно состоянии, понятном, так сказать, в этом зале. И это считается нормальным. Дайте прожить и умереть красиво, не мучая, так сказать, определенными медикаментозными препаратами. Даже на такие крайности выходит. Но тем не менее, та же скандинавская группа, которая когда-то вот расшатала пустое обязательной хирургии, продолжение закончилось достаточно другими выводами. То есть, 15-летний анализ, который продолжится, показал, что все-таки, безусловно, хирургийское лечение снижает риск смерти на 38%. Но, опять же, оговорка – это справедливо для достаточно молодой категории лис. Для лис более взрослых это уже работает не с такой интенсивностью. И мы решили оценить, что происходит в нашем регионе. В нашем регионе, где ежегодно выявляется полторы тысячи случаев заболевания рака предстательной железой первичных обращений. При среднем возрасте выявления – 71 год. То есть, как раз мы попадаем в ту самую категорию, которую с вами обсуждаем. И мы взяли чисто 18 пациентов самых различных стационаров города, которые половина примерно подбиралась радикальной простатиками, остальные были по тем или иным соображениям, подверглись тактике активного наблюдения выжидательной тактики. И смотрите, что оказалось. Пятилетняя выживаемость для выжидательной тактики, очевидно, меньше общей, нежели в хирургической зоне. И это понятно, потому что именно по этим соображениям и не предлагалась радикальная простатикамия. А канцерспецифическая приблизительно одинаковая. Это значит, что мы не сильно много выиграли. Но когда мы разделили эту пятилетнюю выживаемость на возрастные группы до 65 лет и поле 65 лет, мы увидели, что общая выживаемость, безусловно, меньше, так и должно быть, при возрасте более после 65 лет. А канцерспецифическая в молодой группе, безусловно, меньше, а в группе возрастной старшей тоже приблизительно одинаковая. А значит, эти методы могут, по сути, конкурировать. Опухоль, специфическая смертность в группе выжидательной тактики, безусловно, зависела от дифференцировки опухоли. И это совершенно понятная вещь, что чем ниже дифференцировка, тем быстрее стаят печальный исход. А вот 10-летняя выживаемость показала немножко другие цифры. И общая, и канцерспецифическая, безусловно, была ниже в зоне у пациентов, которые подберут радикальные простаты камины. Но мы опять разделили их на 65 и старшую группу и получили опять приблизительно такие же цифры. Если в молодом возрасте радикальная простата камины, ну, скажем, не молодого, до 65 лет, является собой абсолютно более значимый успех, то после 60 лет радикальная простата камина при локальном распространенном раке и активное наблюдение, в общем, уже значимость это теряется, существенно, так сказать, группа становится весьма схожей. Отсюда и выводы, что, безусловно, выжидательная тактика, да, вот это тормозящие лечение, учитывая медленный темп развития и прогрессирования опухоли, риск смерти от сопутствующих заболеваний у определенной возрастной категории пациентов, может иметь право на самостоятельное существование, требующую невероятную высокую ответственность и врача, и самого пациента. Достоинства, они очевидны, перед вами такая выписка, которая выдается на руки пациенту, когда он размышляет, куда же ему пойти, по какому пути ему двинуться. Вот, но это очень ответственное, совместное решение. И это ничего не делаем, это большой труд врача, это все нужно методически и жестко соблюдать. Благодарю вас за меня, я бы.